Наша Таня громко плачет. Что случилось? Почему ты плачешь? Птичку жалко. Жалко американцев. Да почему? Почему? Терпение. Потому что у них нет такого обширонского пива замечательного. Нам самим мало. Вам жалко? Нечего их жалеть. И что мне вы можете с той стороны предложить? У нас есть свое светлое, безалкогольное. Не понял, что это значит? Старость, не радость. Наложи. Это что, пранк? Хорошо горят под обширонское. Да, это верно. Все услышали? Ничего тупее в жизни не слышал. Давайте вернемся к делу. Ночь была непростая, утро тоже. В Фитропавловске, Камчатском, полночь. Давайте по сводкам пробежимся. Беги, от судьбы не убежи. Получилось так, что... Как? Некоторые руководители Министерства обороны... Что уже так? Вот, я так понял, они настолько обманывали, обманывали, обманывали. Жизнь это один большой обман. И получилось так, что обманули сами себя. Ошибаться можно, брать нельзя. Какая картина у нас сейчас вырисовывается? Да, картина маслом. По поводу войны не волнуйтесь. Эй, тут из всех нас только вы волнуетесь. На нас пока никто не наступает. Дорогу на маршрутку показать? Ну вот попробовали там натопыриться, мы в ответ. Они ушли, мы ушли. Тель не уходит ответ. Мы реагируем, у нас есть сегодня чем ответить. У вас уст открылся. Они не дураки, они тоже это понимают. Как говорила моя бабуля, понял не дурак, дурак бы не понял. Они знают, что батька батькой, а шарахнуть может. Ты шо, качельку головой шарахнуйся? Надо трезво смотреть на ситуацию. И в конце концов вы недостаточно трезуны. Да, предпринимаются меры. К полумерам не привык. Понятно, что... Это понятно. Моментально среагировать не получил, к сожалению. И, ну, тем не менее... Что мы имеем на сегодняшний день? На сегодняшний день, скажем, что противник остановлен. Пока остановлен. Но... Но это не значит, что там тишина. А что это значит? Там идут серьезные бои. Знатный замес. Идет непрерывность боевых действий полностью, она как бы... Да, я как бы нет. Надо признать то, что, ну, силы и средства задействованы довольно-таки серьезные. В настоящее время практически полностью уничтожены украинские воздушные силы и система противовоздушной обороны. Перестали существовать военно-морские силы страны. Это как понимать, товарищ командир? Понимать прямо. Надо понимать, что один из районов Курской области нашей страны на сегодняшний день, к сожалению... Оккупирован. Оккупирован. В этом смысл. В этом наша стратегия. И здесь, как есть на самом деле, вот так вот. Браво!